Статистическая информация на 10 июня 2020 года. Из стационаров республики выписано 89 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. В Бишкеке 15 выписано, в Чуйской области 59, в городе Ош-1 пациент выписан, на Рынской области 13, в Джалабадской области 1 пациент с отрицательными результатами лабораторного тестирования выписано с выздоровлением домой. За все время выздоровело 1572 пациента, за сутки было проведено 2816 лабораторных исследований, в результате которых за прошедшие сутки выявлено еще 38 новых случаев заражения COVID-19. В Бишкеке 19 случаев, в Чуйской области 6 случаев, в городе Ош-6, в Ошской области 3 случая, в Джалабадской области 2 случая, в Таласской области выявлен 1 случай, в Нарынской области 1 случай. Кроме, значит, из этих выявленных 38 новых случаев, в 7 случаях это идет завоз из-за рубежа, так скажем. Это наши сограждане, которые прибыли из-за границы, 7 случаев, 18,5 процентов. 24 человека – это те люди, которые были в контакте с ранее подтвержденными случаями COVID-19. Как вы знаете, мы проводим лабораторное тестирование всех контактных, и некоторые из них уже даже на втором тестировании выявляются в случае заражения. При этом 7 случаев зарегистрированы с неустановленными источниками инфекции. Число с каждым днем это нарастает. И с большим прискорбием МИЗДРАФ информирует, что за прошедшие сутки произошли 2 смертных случая от COVID-19. Первый из них был зарегистрирован в Памфиловском районе. Больной 1950 года рождения. Пенсионер проживает в городе Караболта. Обратился в территориальную больницу Памфиловского района в связи с жерстно-каменной болезнью. При этом появилась температура. На следующий день температура усилилась. И при обследовании у него была выявлена двухсторонняя пневмония. У больного при исследовании жерстно-каменная болезнь, мочекаменная болезнь, хронический пиелонефрит. В течение многих лет он страдал с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, коронарной болезнью сердца. И вот заразился коронавирусной инфекцией. Все вот эти старые болячки обострились. И несмотря на правопроводимое лечение, на реанимационные мероприятия, больной вчера у нас умер. Второй случай, информация поступила из Джалабадской области. Больная с 1947 года рождения, тоже обратилась за медицинской помощью. И здесь также опять сахарный диабет второго типа. Двухсторонняя полисегментарная пневмония у него выявлена. И опять-таки все старые. Гипертоническая болезнь, ДВС-синдром, остро-дыхательная недостаточность. И несмотря на лечебные реанимационные мероприятия, больная тоже скончалась от осложнений COVID-19. Министерство здравоохранения выражает родным и близким искреннее соболезнование. Болезнь берет свое. А нам всем остальным надо быть предельно осторожным в этом отношении. На сегодня в стационарах у нас находится 495 пациентов, из которых 10 в тяжелом состоянии, в реанимации двое. Средней тяжести 88, в удовлетворительном состоянии 397, выписано 1572, умерших на сегодня 26 случаев. 8858 человек находятся у нас под медицинским наблюдением, под домашним карантином. Это те люди, которые были в контакте с подтвержденными случаями COVID-19. Обсервационные мероприятия продолжаются. Прибывают наши статистики из-за границы. На сегодня в обсерваторах находится 1671 человек. Вот такая статистика на сегодня.